Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. На личном примере и с активной гражданской позицией. В Бресте месячник по благоустройству и наведению порядка набирает обороты. На субботник выходят государственные и общественные организации. Субъекты хозяйства не облагоустраивают закрепленные территории. Предприятие с 50-летними традициями и новой историей. Брестский чулочный комбинат не теряет авторитет на рынке. Новый опыт и новый собственник предприятия Конте-Спа задает производственный курс и помогает в менеджменте индустрии. Когда работа и любимое дело становятся единым целым, Беларусь отмечает профессиональный праздник автомобилистов и дорожников. Об этом и не только подробнее. Поработали на славу и остались довольны. Сегодня в Бресте в рамках месячника наведения порядка, который стартовал 12 октября, состоялись экологические акции. На генеральную уборку зеленых территорий, дворов, улиц, парков и скверов массово вышли семьями, целыми организациями и трудовыми коллективами. Все желающие были обеспечены необходимым инвентарем. Но главное, сопутствовала погода и хорошее настроение. В строю трудового десанта, как всегда, и председатель Брестского госполкома Александр Рогачук. Как городскую экологическую акцию по наведению чистоты поддержали в разных уголках Бреста, расскажет наш корреспондент Виктория Нечаева. Несмотря на то, что с самого утра работа кипела в самых разных точках города, пожалуй, основным объектом субботника в областном центре стал городской сад. Здесь трудились представители руководства госполкома во главе с председателем Александром Рогачуком. Сменив деловой костюм на спортивную одежду от документа и совещания на лопату и другую тяжелую артиллерию, мэр принялся за дело. Осенний флешмоб по посадке деревьев уже давно стал доброй традицией. Сегодня городской сад стал богаче на 160 деревьев, лип, кленов и дубов. Очень грамотно, мне кажется, работают наши городские коммунальные службы. Видите, здесь дорожку не делали. Мы посмотрели, как люди пройдут к набережной, и вот будем теперь там делать дорожку уже в следующем году. Соответственно, это будет липовая аллея. Мы сейчас садим липы, будет очень красиво, здорово. Благодарен тем, кто участвует в этой акции. Благодарен неравнодушным людям, которые подходят, берут лопату, ну или даже просто советуют, как лучше копать. И я уверен, что, повторюсь, доминанта зеленого города для Бреста это всегда будет нашим, в общем, как говорится, брендом нашего города. Существует такой миф, что раньше Брест был очень зеленым городом, а теперь он превращается в каменные джунгли. Я думаю, что это не совсем так, потому что, вероятно, здесь есть свойство памяти наше определенное, да, есть доминирование в те времена частного сектора, соответствующих бессистемных посадок. Это не совсем так. Город Брест – зеленый город. Из 15 тысяч гектар площади практически 3000 – это лесная рекреационная зона. И то, что вот этот объект добавился, мы уже неоднократно говорили, тысячелетию, это один из таких, ну, символов того. Посмотрите сейчас у нас городской сад, посмотрите перекресток улицы Октябрьской революции, Волгоградской, да. Посмотрите сейчас на Попанино, мы подходим к этой теме, что надо там сделать хороший сквер между жилым кварталом, который строит Полесья Жилстрой, и Следственным комитетом. Там тоже хорошее место. То есть эту работу мы сворачивать не собираемся. Только в этом году городскими субъектами хозяйствования посажено более 12 тысяч деревьев, и набранные темпы снижать никто не собирается, равно как и темпы, взятые при подготовке и праздновании тысячелетия. На эко-акции обсуждалась идея амбициозного проекта расширения и продолжения набережной до Брестской крепости. То, что сделано к тысячелетию, это базис, это фундамент дальнейшего развития города. Это не этап, это просто созданный фундамент. И вот набережная, которая доведена уже до улицы Ленина, дальше должна двигаться в сторону Брестской крепости. Если мы сделаем набережную с выходом на Брестскую крепость, это будет суперфишка, это будет суперобъект для нашего города. Поэтому в этом году мы елку Ленинского района ставим на набережной, уже в районе улицы Советской. Масса мероприятий новогодних будет на набережной. Торговля будет тоже на набережной, поэтому мы постараемся всячески оживить. Сама по себе экологическая акция на свежем воздухе – процесс бодрящий и заразительный. На посадку деревьев вышли чиновники, молодежь, молодые семьи. Семейный тандем Симашкевич – один из тех, кто, узнав о проводимой акции, охотно к ней присоединился. Мы поучаствовали, все понравилось, ну и плюсик какой-то, дополнительное дерево для города посадили. Очень понравилось. В дальнейшем будем тоже участвовать в каких-нибудь мероприятиях интересных. Силком не приходилось кого-то там затягивать и так далее, потому что ребята понимают, что это очень нужно, это очень важно. Допустим, дерево это очень символично для них посадить. У них будет сейчас свое дерево в городском саду, в таком красивом месте, поэтому только с радостью, только с энтузиазмом. Участие в уборке и озеленении мотивируют к соблюдению чистоты. Так считают сотрудники администрации Ленинского района города. К делу подключились, как всегда, с желанием. Зеленая аллея, что у северных ворот Брестской крепости, стала богаче на 47 молодых деревьев. Сажали клёны и рябины. Строго по технологии в два ряда. Любое дерево посаженное – это экология, это память. Я 41 год назад, когда окончили школу, около школы посадили аллею и березок, уже не верится, что пришущие деревья. Наверное, тут когда-то вырастут. Субботнее утро выдалось удачным, конечно. Молодежь вся подхватилась на благоустройство города, как говорится, высадить деревья в Брестской крепости. Активисты колледжа бизнеса права нам в этом помогают усердно. А с каким настроением? С веселым, с бодрым. Бодрое утро, боевое. За пару часов ударной работы участники экоакции собрали десятки мешков с опавшей листвой, ветками и мусором, оставленным так называемыми «заботливыми людьми». С помощью спецтехники все оперативно загрузили машины и вывезли к месту утилизации. Кстати, не менее внушительный трудовой десант можно было увидеть и в микрорайоне Ковалева. На Луцкой высадили 55 деревьев сотрудники администрации Московского района. Наш район стремительно развивается, вырастают новые микрорайоны, но, к сожалению, ландшафт и территория вокруг домов еще довольно пустынна. Поэтому мы сегодня решили выйти на эту акцию, чтобы показать и пример для жильцов наших микрорайонов, чтобы сделать жизнь в этих микрорайонах более комфортной, более благоприятной. Потому что из древности дерево ассоциируется с жизнью, поэтому я думаю, что сегодняшним нашим примером мы заразим всех остальных. Конечно, благодаря работе коммунальных служб Брест остается одним из самых зеленых и чистых городов Беларуси. Но ведь совместными силами держать планку гораздо проще. Ежегодно, наблюдая за экоакциями в Бресте, создается ощущение того, что тех, кто не участвует в них, мало. Наверное, дело в том, что брещане привыкли жить в красивом и благоустроенном городе. А еще все понимают, что такой порядок – это результат общей работы. Перепись населения в самом разгаре. Напомним, электронное инкетирование уже завершилось. Порядка 20% белорусов выбрали для себя именно такой способ ответов на вопросы. Компания активно проходит и на стационарных участках. В Бресте их всего 18. Кроме этого, с начала недели переписчики начали ходить по домам. С какими проблемами они сталкиваются и почему важно со всей ответственностью отнестись к завершающему и одному из самых важных этапов. Все подробности у нашего корреспондента Виктории Нечаевой. Второй этап переписной кампании стартовал 21 октября. Сегодня переписчики ходят по адресам. Брещанину Арсентию Авдичуку 86. Несмотря на почтенный возраст, на все вопросы переписчика мужчина отвечает четко и уверенно. А как иначе, ведь благодаря ответам на вопросы анкеты будет известен новый портрет Беларуси и ее жителей. Какие мы, чем занимаемся, чего хотим и сколько нас. Для полной картины одинаково важен каждый ответ. Переписки с населением бывают. Один раз в 10 лет. Раньше было. И сейчас надо переписать, потому что надо же какие-то заботы проявлять. Однако сегодня далеко не все понимают и принимают государственную кампанию. Переписчик второго участка Давид Красько работает в микрорайоне Плоско, в частном секторе. Молодому человеку часто приходится стучаться в закрытые двери, либо сталкиваться с ситуацией, когда двери закрывают прямо перед лицом. Были и случаи, когда доводилось убегать от непривязанных собак. В основном люди, конечно, к ним можно обратиться. Нужно, конечно, иметь каждому свой подход. Даже вот эта перепись мне помогает с людьми больше общаться. Можно подходить к каждому, спрашивать, каждому понять, с какой стороны лучше подойти. Как задать вопрос, чтобы люди не злобились, а ответили. Некоторые личности, которые даже если открывают, то относятся не совсем вежливо, могут и отправить куда подальше, могут посчитать нас за кого-то лишнего в их хозяйстве. Убедительная просьба гражданам с пониманием относиться к переписчикам, которые приходят к вам в дом. Потому что это, собственно, студенты, молодые люди, которые выполняют государственную обязанность. Привяжите, пожалуйста, своих собак, отвечайте, пожалуйста, на звонки в домофоны и, собственно, в частных домах. Переписчики ходят по адресам с 9 утра до 9 вечера. Работают и стационарные участки. В Брезде их всего 18. Они также открыты с 9 до 21.00. Одним из самых оживленных является четвертый переписной пункт. Он находится в самом центре Бреста, университете имени Пушкина. Очень много людей переписывается. Мы привлекали также переписчиков не только с этого участка, но и с других, потому что очень много людей. За прошлую неделю порядка 650 адресов переписано только на этом участке. Перепись населения завершится на следующей неделе, 30 октября. И лишь от того, насколько разумно и честно подойдут к вопросу переписи жителей, зависит объективное представление о современной Беларуси. Следующий материал программы «Итоги недели» вероятнее всего станет интересен прекрасной половине человечества. Но, быть может, и нам. Мужчинам не помешает его просмотр. Так сказать, чтобы быть в курсе. Согласитесь, что в гардеробе любой женщины особое место занимает такой атрибут одежды, как колготки. Они делают их обладательницу более изящной и утонченной. Теплые колготки не дадут замерзнуть зимой малышу, а качественные и стильные носки удачно дополнят образ и бизнесмена, и модного тинейджера. Всю эту продукцию вот уже более полувека выпускает Брестский чулочный комбинат. Предприятие с большой историей и традициями переживало разные времена. Эпоха конкурентного рынка начала 2000-х не прошла бесследно, но подарила новый опыт и нового собственника. Предприятие Конте-Спа, которое сегодня задает производственный курс и помогает в менеджменте индустрии. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая смогла открыть для себя всю цепочку процесса изготовления чулочно-носочных изделий, а также познакомилась с теми, для кого эта работа неотъемлемая часть жизни. Чуть больше 50 лет назад на промышленной карте города появился Брестский чулочный комбинат. Величественное здание на улице Янки Купала возвышается и сегодня. Правда, внутри его вершится новая история. Говорят, что театр начинается с вешалки. Расскажите вообще, с чего начинается работа такого большого предприятия? Работа нашего производства начинается, понятно же, из поиска дизайна, из новых видов сырья. То есть мы создаем изначально какие-то образцы, талоны, ищем новые виды сырья, как я уже сказала, и получаются какие-то отвязываемые образчики. И уже потом, если у нас проходят художественно-технические советы, если же идет утверждение образцов, то потом уже начинается массовое производство. Модельный ряд Брестского чулочного комбината представлен более чем двумя сотнями артикулов для всех времен года. Ежегодно с конвейера сходит более 20 миллионов пар чулочно-носочных изделий. В больших теплых цехах над каждым элементом продукции работают талантливые мастерицы. Стаж отдельных представителей почти перевалил за четыре десятка. Екатерина Носко трудится на производстве чулочно-носочных изделий почти 40 лет. Возможно, такое созвучие судьба для этой женщины сделала не случайно, ведь работа для нее сегодня настоящая радость. А каждая новая модель надолго прописывается в личном гардеробе и гардеробе внуков. Я покупаю продукции, колготы внукам покупаю, носочки разные покупаю. Вот что-то новое всех удивляет. Мы идем в магазин и покупаем что-то новенькое, появляются которые рисунки новые. Реорганизация производства произошла со сменой предприятием собственника в 2013 году. С тех пор началась новая страница жизни комбината. В числе первых изменений произошла замена машин. Теперь высокое качество изделий Брестского чулочного комбината достигается благодаря использованию современного кругловязального оборудования из Италии и Чехии, а также автоматических швейных линий японского производства. Однако сохранилась главная – репутация предприятия как производителя, использующего в работе только лучшие хлопковые, шерстяные и полиамидные нити. Нашей компании 51 год. То есть мы достаточно взрослое предприятие для легкой промышленности с устоявшимся ассортиментом, с отработанной технологией. И трудовой коллектив, которым мы работаем, это коллектив, который продолжает традиции вот этих полувековых. Несмотря на то, что много новых молодых сотрудников, тем не менее с нами работают люди, которые проработали и 20, и 30, и даже более лет на фабрике. У нас есть уникальные люди, у которых всего лишь одна запись трудовой книжки – это Брестский чулочный комбинат. Сегодня в чулочно-носочной продукции технологический курс взят на создание моделей новогодней тематики. Забавные олени и другие новогодние персонажи в дизайне утепленных образцов товара уже ожидают своей первой встречи с покупателем. Кстати, колготки и носки с маркой сделаны в Бресте, популярны не только в нашей области и стране. Изделия с удовольствием ждут на рынках бывшего СССР, где ежегодно реализуются несколько миллионов пар, а также в Европе. Расширение ассортиментного перечня произошло и за счет внедрения в производство отдельных образцов нижнего белья и трикотажных изделий. Мы имеем неплохие продажи, причем основным каналом сбыта этого ассортимента мы видим нашу фирменную торговлю, которая в последние годы тоже активно развивается. Сегодня мы имеем более полусотни магазинов по всей стране, и мы присутствуем во всех городах с численностью более 100 тысяч населения. И тренд последнего года мы идем в города районного значения. Каждый товар на производстве делается с любовью для дорогих покупателей. И это не просто слова. Наш начальник всегда говорит, что надо работать с любовью. Мы работаем с любовью всегда. Что-то не получается бывать. Надо дома проблемы оставлять, надо с любовью работать. С каждым годом бизнес-среда становится более жесткой и конкурентной. Но это не помеха для тех, кто делает свое дело с душой. Для тех, кто видит свой курс и знает, к чему стремиться, каких высот достигать. Все это помогает Брестскому чулочному комбинату не терять авторитет на рынке и постоянно удивляет своими расцветками, своим дизайном, своим творчеством. Мы производим и продаем более 20 миллионов пар чулочно-носочных изделий в год. Собственно, это наше будущее, наше настоящее. И в этом сегменте мы будем стараться совершенствоваться. Анастасия Назарин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. С 21 по 25 октября на полигоне под Брестом проходила активная фаза белорусско-российского батальонного учения. В этот раз все мероприятия проходили по-настоящему масштабно. Об этом говорило большое количество факторов. Численность техник и военнослужащих, разноплановость тактических задач. Все дни активной фазы получились достаточно зрелищными, способствовала и погода. Это дало шанс выполнить десантирование техники и людей. Открывало и закрывало учение тактика специальное задание особой сложности, с которым военнослужащие справились на отлично. Анастасия Назарин-Плотницкая была в эти дни на полигоне и готова поделиться самыми яркими моментами учебной кампании. Все подробности в следующем материале выпуска. Начало активной фазы тактического двухстороннего белорусско-российского учения своим масштабом сразу задало планку всем мероприятиям, проходившим на полигоне с 21 по 25 октября. Около тысячи военнослужащих, порядка 250 единиц боевых машин, более 10 вертолетов и самолетов. Такого масштаба областной центр не видел давно. В этот раз все получилось более шумно. Первый день в небе сначала свои задачи отработала авиация, далее этап десантирования техники. Большие боевые машины на парашютах приземлились точно на установленные точки. Началась условная атака противника. Следом за боевыми машинами из нескольких бортов произошло десантирование военнослужащих. Задач очень много, разнообразные задачи. Как десантирование, так и плав, соответственно, как захват зданий, так и оборона, соответственно, маскировка. Делаем все, абсолютно все. За отработкой каждого отдельного упражнения с земли наблюдали опытные командиры, под руководством которых задача была выполнена на отметку «отлично». Стоит обозначить, что десантированы и техника, и люди были в соответствии с оговоренными ранее позициями. Все точно до десятых метра. Десантировано 6 единиц техники, десантировано 100 человек личного состава. Десантирование прошло штатно, личный состав действовал уверенно, без замечаний и происшествий. В дальнейшем личный состав и техника перешли к выполнению ближайших задач и действуют дальше в ходе плановых учений. Силы специальных операций готовы выполнять такие задачи, готовы успешно выполнять. И я считаю, что все у нас было проведено в штатном режиме. Техника и личный состав действовал отлично. Всю неделю на полигоне Брески была жарка не только от царствующей осенней теплоты, но и от активности выполняемых упражнений. Военнослужащие отработали десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, стоящих на вооружении в подразделениях. Большое совместное учение стало очередной ступенькой на пути формирования взаимопонимания в вопросах подготовки военных кадров. Несмотря на сложность поставленных задач, выполняли их военнослужащие плечом к плечу, качественно и в срок. Вырабатывая замыселы учения, мы работаем по той специфике, что присуще той стороне, где мы находимся. Военнослужащие показали уверенные и хорошие навыки во владении оружием. В первую очередь нас, наверное, в большей степени порадовала подготовка членов экипажа. И вы обратили внимание, что здесь отработали и стельбу со 100-мм пушки закрытых огневых позиций. Это тоже как эксперимент. На той конечности полигона БМД-4 сняли прямой наводкой. Это тоже имеет свою особенность. Мы в принципе все средства, которые включаются в батальонную тактическую группу, начиная от инженерных подразделений, огнеметы, инженеры, зенитчики, артиллеристы, мы в комплексе все это отработали. Анастасия Ноздрим, Тлотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Тихое шуршание шин по мокрому асфальту, успокаивающий шум мотора, визг непокорных покрышек на гоночном треке. Пожалуй, это и есть нирвана для водителя. Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается День автомобилиста. Это профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с железным конем. Ремонтные рабочие, руководители автотранспортных предприятий, просто автолюбители и, конечно же, водители пассажирского транспорта. О трудовом дне водителя маршрутки и гармонии человека и машины в материале Мирослава Коваленко. Водитель маршрутного такси. Его лицо мы видим каждое утро, добираясь на работу. Его улыбка, доброе слово и аккуратная манера вождения делают настроение на весь день. Но мало кто задумывается, насколько тяжелая эта работа. Сегодня прокатимся в маршрутке и узнаем несколько секретов этой профессии. Зеленый сигнал светофора, Кубринский мост, Ледовый дворец, десятки пассажиров. Эта картина перед глазами Виталия Воронко возникает каждый день. Брещанин водитель со стажем. Уже 6 лет он работает на 20 маршруте эспрессного такси, а за рулем авто с 18 лет. Признается, что в своей жизни сменил почти десяток профессий, начиная от фельдшера Акушера и заканчивая директором фирмы. Но в работе водителя нашел свое истинное призвание. Рабочая машина, во-первых, это же хлеб мой. Эта машина кормит мою семью. Соответственно, получается, ну, скажем, это второй дом. По большой степени водителя маршрутного такси это второй дом, потому что проводим мы здесь очень много. Начинаем рабочий день рано. Рабочий день Виталия начинается в 5 утра, если он заступает в первую смену. Длится от 8 до 12 часов в зависимости от дня недели и пассажиропотока. Водитель маршрутки всегда должен быть на чеку, успевать следить за дорогой, рассчитывать пассажиров и обеспечивать их безопасность в салоне. Но это не тяжело, говорит Виталий. Главное – быть организованным, всегда улыбаться и излучать позитив. По специфике работы вообще, как бы, я очень часто работал и в медицине с людьми. По большой степени, как бы, относишься к людям хорошо. Ну и, в принципе, люди тоже, как бы, отзывчивые. Есть, конечно, как бы, индивидуальные экземпляры, так скажем. Вот, это есть везде, поэтому, как бы, нету смысла, скажем, агрессивно реагировать на них. Проще, скажем, извиниться лишний раз, если где-то какой-то инцидент, и, скажем, завершить его здесь и сейчас. Как ты относишься к людям, так и они будут относиться к тебе, считает Виталий Воронко. И пассажиры маршрутных такси с ним абсолютно согласны. Я о них, в основном, хорошее мнение. Ну, может, попадаются какие-то индивидуумы такие, но, как в основном, основная масса, доброжелательные, скажем так, учтивые. Ну, на хамов я не нарывался еще никогда. Вежливые водители всегда останавливаются в нужном месте, когда мы просим. Ребенок вот всегда говорит спасибо, а они отвечают тоже вежливо спасибо. В общем, все хорошо, все устраивает. И таких вежливых и отзывчивых водителей маршруток у индивидуального предпринимателя Натальи Ешаховой, с которой работает Виталий, более 60 человек. Все эти мужчины на 100% соответствуют профессиональным требованиям. Водитель должен быть, во-первых, очень ответственный, потому что он несет ответственность за людей, которые у него в машине. Он несет ответственность по дороге, нужно следить постоянно за всеми нюансами. И плюс еще надо выполнять законодательство, нужно иметь железную нервную систему. У нас очень дружный коллектив. Все взаимовыручка, взаимопомощь. Мы все, не могу ничего сказать, я бы просто не справилась, если бы у меня не был такой чудесный коллектив. Маршрутная сеть города сегодня широко развита и удовлетворяет потребностям пассажиров. На ее долю выпадает около 17% от общего объема перевозок. На 19 маршрутах экспрессного сообщения ежедневно работает 320 единиц подвижного состава. В этой сфере задействовано 60 юридических лиц и более 130 индивидуальных предпринимателей, которые стараются сделать все для комфорта и безопасности пассажиров. Уделяем особое внимание и обновлению подвижного состава. Если говорить о маршрутах экспрессного сообщения, и вот начиная с 2017 года и по 2019, благодаря перевозчикам, работающим на маршрутах экспрессного сообщения, обновление подвижного состава произошло. И в настоящий момент на линии работают транспортные средства не старше 12 лет. Потому что фактически да, газели уже нет. До 2019 года, до конца 2019, газели, все вот эти, которые вы знаете, желтые газели, их уже на линии не будет. С каждым годом транспортная сеть Бреста расширяется, а значит, появляется еще больше водителей, которые делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Так что сегодня есть существенный повод сказать им еще раз большое спасибо. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Я поздравляю всех автомобилистов с этим праздником. Хочется выразить слова благодарности за тот труд, который вы делаете. Несомненно, это очень сложная работа. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Неиссякаемой энергии, бодрости духа, воплощения всех планов. Конечно, безаварийных дорог и зеленого света. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни октября. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 27 октября погода в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более теплой воздушной массе. В дневные часы по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, переменная облачность и без осадков. Такая погода ожидает брещан. Ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10-12, максимальная днем 18 градусов. 28 октября погоду обусловят малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, распространяющиеся с территории Балтики. В Бресте похолодает, ожидается облачная с кратковременными дождями погода. Ночью и утром слабый туман, ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 7-9 градусов, максимальная в дневные часы 11 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова